Ход капитального ремонта образовательных учреждений округа проверили представители правительства Московской области, Мособлдумы и Щелковской администрации. В этом году по государственной программе реконструируют сразу пять объектов. Корпус Щелковского колледжа в первом советском переулке уже готов. Школа номер 3, номер 13 имени Джанибекова, детский сад «Малыш» и плавательный центр «Нептун» в процессе ремонта. Все работы ведутся согласно графику, а их открытие запланировано к началу учебного года. Благодаря поддержке администрации, строительного блока, у нас капремонт осуществляется в сроке, активно. И мы ожидаем, что к первому сентября дети наши пойдут в наше образовательное учреждение, уже ремонтированное и оборудованное. Девять месяцев шел ремонт, и в результате ребята получили такое великолепное пространство, где с февраля месяца они обучаются. Сейчас закупается оборудование, и классы наполняются новым современным оборудованием, на котором ребята уже начали обучение. В стенах обновленного корпуса колледжа прошло заседание комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике. В нем также приняли участие представители министерств Московской области и администрации округа. Заместитель главы городского округа Щелкова Дмитрий Толмачев поблагодарил губернатора Андрея Воробьева и Московскую областную думу за поддержку и отметил, что в последние годы состояние образовательных учреждений заметно улучшилось, благодаря проведенным капитальным ремонтам. На заседании обсудили реализацию программы капитального ремонта образовательных учреждений в Московской области в 2020 году. У нас в этом году всего 82 объекта образования в капитальном ремонте с выделением средств более 22 миллиардов рублей консолидированного бюджета. Соответственно, больше всего объектов у нас школы, это 42 школы в 25 городских округах, 26 детских садов в 23 городских округах и 10 колледжей, с учетом того, что у нас 11 зданий, ну и 4 учреждения докобразования. Линара Самединова отметила, что важно проверять качество работы, следить за тем, чтобы соблюдали стройки. И если с этим возникают проблемы, органам исполнительной власти и депутатам нужно оперативно подключаться и искать пути решения.